это заключительный четвертьфинал зумку из battle и у нас сегодня в гостях даник весненок молодой перспективный амбициозный боец мм а ну и конечно заур джавадов даже не знаю как я представить назовем тебя латвийский ниндзя ну что давайте приступим сразу к вопросам не будем долго вопрос номер один что выше мировой рекорд по прыжкам высоту среди женщин или рост каспара камбалы а первого ряда чего прозву какое призову что выше мировой рекорд по прыжкам высоту среди женщин или рост каспара камбала кто первый человек давай ты как старший спасибо я так и знал что ты именно так скажешь как старший я думаю высоту 2 каспера больше чем я думал каспера выше что даник думает я рекорд больше да ответ и принят и значит заур за рост каспара каспара камбалы а даник за мировой рекорд был есть два метра девять сантиметров у женщин а каспара 206 вопрос номер два бернард хопкин знаете такого да конечно он дрался с кавалю да рэнди кутюр вы тоже знаете кто такой он не дрался джеймс тони окей смотрите такой вопрос кто из них был старше на момент происходящего бернард хопкинс когда завоевывал пояс чемпиона мира по боксу или рэнди кутюр когда потерял свой пояс я знаю я не знаю думаете рассуждаете окей значит у вас опять разница в ответах и в этот раз прав заур потому что хопкинсу было 46 лет когда он завоевал пояс чемпиона мира а рэнди кутюр 45 потерял 11 становится 11 вопрос номер три он касается дональда сирона и валерой миколаускаса обоих вы знаете значит у кого они оба ударники да то есть вы знаете что они оба больше ударники но выступает дома у кого больше процентное соотношение побед с обмишинами больше побед с обмишинами да да но в процентном соотношении я отвечаю смотри давай можно считать слух или начало конечно так нужно ну смотри у сирона рекорд по количеству побед в юси вообще но там огромное сумасшедшее у валера в это же время дрался и а мы говорим только за профессиональный ммм да да у валера была куча боев по панкрециону кикбоксингу ну не только ммм поэтому у него я думаю по ммм у него боев меньше чем у сирона само собой соответственно у сирона больше процентное соотношение честно так наобум в конце просто выкинул что-то ты по азербайджански посчитал короче то есть ты за сирона да окей что даня скажет я тоже проголосую сирона поскольку я знаю что я реально не покажу окей ну да вы оба правы потому что у дональда сирона сорок семь процентов ну сорок семь процентов из побед сделаны болевыми или удушающими у валеры только 43 тоже неплохой результат так что счет остается один-один кстати мы решили что тот кто выиграет как вы сейчас вообще можете находиться в помещении из хачапури и отвечать на вопросы есть я понял надо торопиться поехали четвертый вопрос ты азербайджанец ты латвий да что объединяет эти страны чисто географические ну а бог есть море 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 да космийское море азербайджана и балтийское латвии какое море больше каспийское море больше балтийское или Каспийское Я честно не знаю, я тоже не вижу, скажу, что тропийское мое. Окей, что скажет? Ниндзя? Блин, если я сейчас скажу, сказал Каспийское, если я сейчас скажу Балтийское, или если, например, он выиграет, он сейчас прав будет, то получится, что это уже 2-1 будет счет. Да. А я не хочу рыбу проиграть, так что давай я тоже буду говорить, как он сказал. Окей. То есть ты тоже ответил неправильно. А сколько у меня очков? Один. По одному. По одному. Один один? А нет, у вас по 2 баллов. По 2 баллов. А, то есть когда одинаково было, это тоже как 1 баллов, да, считаешь? Да. У вас 2-2. Хорошо, едем дальше. Вопрос номер 5. Какая любимая машина у ММАшников, у звезд? У меня большие вот эти Форды огромные. Так. У Коннора их 2 такие. А? Эскалаи? А? Эскалаи, что ли? Нет. Ламборджини Авинтадор. Давайте сравним, что произошло раньше. Выпуск Ламборджини Авинтадор или дебют в клетке Роберта Скуинджа? Роберта Скуинджа? Я знаю, но, наверное, блин. Рассуждается. Смотри, Ламборджини. А я отвечаю, да? Да. Я отвечаю? Да. Смотри, Ламборджини это одна из классических классиков. Соответственно, нельзя классику построить за 5-10 лет. Надо, чтобы у него была история какая-то. Соответственно, я думаю... А у Скуинджа сам по себе, скажешь, парень молодой. У него... Не может быть 300-летней карьеры. Он поменьше. Соответственно, я думаю, Ламборджини раньше случилось. Угу. Так, что скажешь, да? Я думаю, что непосредственно Ламборджини Авинтадор я не знаю, когда был создан. То есть Ламборджини давно... Непосредственно Авинтадор относительно не правильно, как мне кажется. Но я не наступил. А Скуинджа он еще в Англии начал. А, ну профессиональная карьера, наверное. Здесь любительские бои не считаются. Нет. Только профессиональная карьера. Я превосходил Ламборджини тоже. Потому что я считаю, что Авинтадор относительно новее, чем Авинтадор. То есть это последняя модель. То есть дебют Скуинджа был раньше, чем у болезня. Да. Окей. Счет становится 2-1 в пользу Даника. Потому что у Ламборджини появился Авинтадор на год раньше, чем дебютировал Робби. Да. Как ты думал. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. Погнали дальше. На нашем победе есть. Да. Едем дальше. А почему? Вы вместе ездили в Таиланд, да? На остров какой? На Пхукет. На Пхукет. На Пхукет. Я знаю, что у Даника это 100% любимый боец. Мэйрбэк Тайсумов. Да. Респект. Ты тоже там знаком. Да. Точно. Ну вот скажите мне, кого больше? Подписчиков у Мэйрбэка Тайсумова на Инстаграме? Это Джон Мэйр точно. Да. Или население, или население острова Пхукет. В общем, как это всё что-нибудь мне сделаю. Что отвечает? Первым отвечает Дани. Ой, вообще, да. Валент компетчиках Тайсумова. Принято сейчас 100 000. Пхукет небольшой, там, на другую выставку приехали на другую строну. А я думаю, что он подпочит у дальше будет к Тайсумова. По-моему, по-моему, у населения Пхукета 800, по-моему, больше 800 тысяч, соответственно, по населению Пхукета больше. Нет, пожалуйста, не говори. Какой твой ответ? Население Пхукета больше? 4-2, Даник выходит вперед. Подписчиков, Даник прав, 670 тысяч, а на Пхукете живет всего лишь 415 тысяч. Да это из-за этой пандемии все разъехали. Надо было уточнять, какой год имел Пхукета. Какой район, какой год. Окей. Сколько еще? Четыре вопроса, да? Да. Марк Ханг. Марк Ханг. Вот скажите мне, чего больше? Откуда он, знаете? С какой страны? Самуанец. Ну, страна какая? Само. Новая Зеландия. Разная? А что там? Самый самуанец, но он из Новой Зеландии. Вы знаете, как выглядит флаг Новой Зеландии? Я знаю. Да. Ну, вот скажите мне, чего больше? Звезд на флаге Новой Зеландии или поражений нокаутом у Марка Ханг? Смотри, я первый. Все, хана. Марк Ханг проигрывал фан-фогу нокаутом. Манг Ханг проигрывал нокаутом. Эти всякие сеечки все тоже считаются, да? Нокауты, да. Он когда с этим биксером дрался, он по очкам проиграл или нет? Я не знаю. Что ты в сезоне знаешь? Я реально не знаю. У него математика в голове сейчас. Так, подожди. С кем он сейчас длился, кому он проиграл нокаут. А эти болевые, это тоже нокауты читают? Нет, только нокауты. Нет, 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 это самих. Все, наверное. А вертушку от этого? Да это вы обери мою вертушку. Или кто там вертушку? Нет, это сам-то вертушку впустил когда-то. Тоже? Бля, там четыре какие-то зверды. Ну, нет, ну, пожалуйста. А я здесь, честно, не помню, как их флаг выглядел. Четыре зверды такие. Спасибо, как вам понравилось. Спасибо, что помогает. Вот, когда следующий вопрос будет, тоже, пожалуйста, будь любитель. Так я не знаю, братан. Ладно, сейчас. Там два, четыре. Хорошо, звезд больше. Окей, что Даник скажет? Я думаю, что на кого-то бы маркан. Конечно, все-таки еще другой мог подумать. Претем вряд ли. Окей. Даник чисто на интуиции. Он такой бомбит. Ну, а что делать, если она развита лучше, чем знание у Зауры? И счет становится 5-2. 5-2. Даник опять правый оказался. Я вообще живу по интуиции. Я все делаю по интуиции. Но они не подводят обычно. Вот так что. Окей. Группа «Руки вверх». Знаете, группа «Руки вверх». У них есть много клипов. Вот скажите мне. Чего больше клипов или боев у ЮСИЧ-классбористов? Почти. Почти. Почти угадал. Что больше? Клипов у группы «Руки вверх» или градусов «Пропер 12»? Еще раз. Я знаю. Все. Я отвечаю. Это свои проблемы. У клипов. Клипов больше. Окей. Вопрос был. Чего больше клипов у «Руки вверх» или градусов «Пропер 12» в виски? Ну там 40 градусов на виски. Я понял. Я знаю. А сколько клипов у «Руки вверх» ты не знаешь? Я знаю. Не знаю. Я сейчас догадался. Потому что надо было правильно музыку слушать. Согласен. В «Руки вверх». Это старая группа, я так понимаю. Она не суперизвестная. Ну, то есть она суперизвестная раньше была. Слушай, она сейчас может в стадиону собирать. Она и сейчас собирает. Раньше столько клипов бы снимали. Это стало более популярно. Поэтому я думаю, что клипов у них меньше. Окей. Счет становится 5-3. Заур начинает подгонять. Конечно. 43 клипа у «Руки вверх». 43. Помнишь, где он уже как с «Солдатом» ползал этот клип? Ты же слушай там. Ему не понять. Он школьник вообще. Кофи родные. Молодой, молодой. И это что? Сколько человек? 3? Да, осталось. А если будет ничего? Порешаем. Не переживай. Экстра раунды будут. Пока что счет 5-3 в пользу Даника. Кто твой любимый боец? Заур. В ММА? Нет, в кикбоксинге. Где? В кикбоксинге. В кикбоксинге? В Чингиза Лазов. Окей, Чингиза Лазов. Кто старше, Чингиза Лазов или Евгений Алексеев? Не, ты кикбоксинга? Да нет, как ты угадал? Ну, я же с тобой брал интервью и не раз. Я тебе клянусь, у меня в голове была мысль, как если ты сказал фитбоксинг, я думал, Вахитова сказать или Чингиза Лазов? Ну, ладно, ладно. Офигеть, я на него встречу походу по Чингизу. Кто старше, Чингиза Лазов или ваш братан Евгений Алексеев? Я первый отвечаю. Ты, конечно, первый отвечаю. Да. А дальше надо выступать. Так, подожди, сейчас. Чингиза Лазов или кому? Чингиза или кому? Женя Алексеев. Кто звонил? Кто это? Чингиза Лазов или Алексеев? Нет, Чингиза Лазов. Я думаю... Я уже ответил. Да, Чингиза Лазов. Женя старше. Я думаю, что Женя Алексеев молод. Чингиза, по-моему, 26, Женя 27. Мне кажется, что Женя 25. Так нет, 17. Значит, Заур говорит, что старше Алексеев. Нет, нет. А, да. Да, да, да. Нет, нет, да. А Даня говорит, что старше Лазов. Да. Окей. 6-3. 6-3. 6-3. 6-3. Женек, я в чем-то не буду всегда молодой. Чингиз старше на месяц. 27 в этом году будет. Сколько лет? 27 в этом году будет. Летом будет. Женя, 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 уже 27, я в чем-то не буду 22 до сих пор. Женя старик. Да, да. Окей. Нет, последний вопрос. Нет, последний вопрос. Нет, я уже не знаю. Нет, не знаю. Не последний, можно еще вопрос? Такие прикольные. Последний вопрос. Последний вопрос, он за 2 балла. Потому что он за 3. Нет, а какой счет? Счет 6-3 в пользу Даня. Давай за 3. Что, тебе жалко, что ли? Нет, мне не жалко. Нет, Даня, давай. Как вам ответить? Чисто было, что ли на тебя вопрос? Ну, пожалуйста. Ну, Даня, ты давай. Вы даже один балл и упери. Даня, пожалуйста, давай, чтобы интересно было. Ладно, ладно, давай. За 3. Окей. Хорошо. Этот вопрос касается меня. Смотрите. Братуха, я все-таки угасаю. Знаете? Знаете машину ГАЗ-2410? Ну. Это Волга старая, да? Скажите мне, что больше, максимальная скорость ГАЗ-2410 или мой максимальный вес? Ну, я отвечаю. Да, Даник первый отвечает. Короче, я говорю, что Вольво больше чем быстрее. Какое Вольво? Хорошо. Вольво это или не Вольво? Волга. О, ё-моё. Вольво, ты где был вообще? Вольво? Короче, ребята, тяжелый вопрос. Я не утирголый. Я думаю, что ваша максимальная вес больше. Так, ты что выиграл? Мы с Маней вес больше. Нормально, ты, конечно, уважение, мы говорим, что Манулу максимальный вес больше. Но он просто хочет выиграть. Реально. У меня нет другого варианта, как выбрать второй вариант, чтобы... Ну, или да, или нет. Потому что это будет... Если бы ты не выиграл, тогда... Ну, максимальная скорость будет. Окей. Ну, счет становится 9-3. Максимальная скорость у ГАЗ-2410 145 км в час. Вес мой максимальный был когда-то 178 кг. Я был очень тяжелый. Я была. Я была. Я была. Так что в этом матче победу одерживает Даник Весненок. Дай, 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 дай. Дай, дай, дай.